Приветствую вас и свой ответ. Мне бы хотелось начать с такого небольшого, ну, если можно так выразиться, вступления, такого небольшого эпиграфа. Что такое богатство? Что такое материальное обеспечение людей? В чем оно измеряется? Материальное обеспечение людей, их богатство, их, как сказать, достояние, их состояние измеряется в цифрах. То есть вот у кого-то там столько-то состояния денег, да, в денежном выражении, у кого-то там столько состояния в денежном выражении. Кто-то миллионер, кто-то миллиардер, кто-то мультимиллионер, кто-то мультимиллионер и так далее. И давайте мы с вами немножечко доведем до абсурда вот эту линию, эту гипотезу и скажем, а есть ли какой-то предел? Вот какой-то предел этим самым цифрам. То есть, ну вот есть мультимиллиардер, хорошо, он может увеличить свое состояние до 3 триллиона, до квадриллиона, чего-то еще. А дальше что? Можно еще дальше улучшить свое состояние? Мость. Почему? Да потому что цифры, вот именно цифры, они по своей сути-то как раз бесконечны. И именно потому что цифры являются бесконечными, любое измерение материальных благ в денежном выражении, любое измерение вообще материальных благ лишено всякого смысла, потому что их материальные блага всегда можно увеличить. И нету им ни края, ни конца. То есть, получается, что стремление к богатству ведет к бесконечности. Поскольку человек это существо, которое, ну, будем говорить прямо, это существо, которое может умереть, то есть, человек существо смертное. То есть, значит, для него эта бесконечность лишена всякого смысла. Он не может ужиться с бесконечностью. А это означает, это означает, что измерять человека через богатство абсурдно, не имеет смысла. Ведь мы уже определили с вами, что богатство это бесконечно, а человек смертен. И у него есть конец. Человек будет умереть. Значит, он и богатство в денежном выражении никак не совместимы и не суппоставимы. И люди, которые это понимают, например, ваш парень, который ухаживает за вас, любит вас, несмотря на то, что вы беднее его. Потому что люди, которые это понимают, они всегда будут с вами. Они будут смотреть на те достоинства, на те богатства, которые действительно присущи человеку. А человеку присущи, простите, человеку присущи человеческие достоинства, человеческие богатства. Это духовность, это бредность, это любовь, это внимательность, ласковость и так далее, и так далее, и так далее. Все те черты, все те духовные богатства, которые есть у человека, это то, что присуще ему. Это то, что определяется самим человеком. Это то, что измеряется самим человеком. У каждого человека, например, по-своему выражается преданность, у каждого человека по-своему выражается любовь, у каждого человека по-своему выражается стремление, что-то еще и так далее, упорство, предолюдие и прочее. У каждого человека этого выражается по-своему. И вот именно потому, что духовные богатства полностью соотносимы с человеком, именно ими мощно оценивать любого из нас. Не денежным выражением, не материальным обеспечением, а именно духовным, человеческими достоинствами. Потому что именно они, как мы уже сказали, полностью срабатываются на человеку. Исходя из всего вышесказанного, мощно сделать вывод, что вы, вот если разбогатеете, что вы сделаете? Вы станете лучше сами по себе? Нет. Станете вы другой? Да. Другой вы и станете. Но это реальное благо человека меняет. Будете ли вы той, какой полюбил ваш парень? Вряд ли. Еще раз. Богатство человека меняет. Станете ли вы больше соответствовать, ну, гипотетическим представлениям родителей вашего парня о достойной девушке? Да, станете. Но соответствие, это не значит симпатия. Соответствие не значит любовь. Соответствие не значит понимание, уважение. Соответствие, это именно соответствие. Терпимость. Но терпимость – очень условная характеристика отношений между людьми. Сегодня терпимость есть, а завтра у вас стало, например, нога. Какую-то сумму меньше, и она уже исчезла. Понимаете, насколько зыбка такая характеристика? Насколько она неустойчива? А значит, нужно исходить из чего-то другого. И исходить нужно из чего-то человеческих ценностей. Любят ли родители своего сына, вашего мужчину? Ну, предположим, что любят. Хорошо. Если они любят своего сына, то, наверное, хотят ему добра. Если они хотят ему счастья, то, наверное, понимают, что их сын будет счастлив тогда, когда он встретит девушку своей мечты, то есть вас. Счастье, духовное счастье, моральное счастье, любовное счастье, личное счастье, оно не связано с материальными ценностями. Почему? Потому что мы уже сказали, что материальные ценности – это не чисто человеческие характеристики. Материальные ценности – это вообще, говоря о философском смысле, чуть ли человеку. А раз так, если родители это понимают, то они примут вас в любовь. Просто потому, что вас предпринял ваш мужчина. И родители, воспитывая своего сына, знают, что он плохого человека не приведет. Он с плохой женщиной не будет встречаться. Он с плохой женщиной не связан с своей жизнью. Они ему доверяют. Раз они доверяют ему, то доверяют и вам. А если ничего этого нет, значит и отношения между вашим мужчиной и родителями складываются совсем не так радостно и не так дручно, как вы говорите. Если они не примут вас, значит они не уважают выбор своего сына. А если они не уважают выбор своего сына, значит они не любят его, безусловно. Они любят его корыстной любовью. Стремясь через него достичь каких-то своих целей. И в этом случае, в этом случае, в этом случае, неважно, бедный вы человек, богатый вы человек. В этом случае важно, чтобы родители решили, подходите вы для их целей или нет. Вот, задайте себе вопрос. Хотите ли вы выступать в качестве средства для достижения целей, скажем, родителей вашего мужчины? Я думаю, вряд ли. Я думаю, нет, не хотите. И если так, то какая вам разница, примут родители вас или не примут? Какая разница, кто ваших родителей? Ваши родители это отдельные люди. С ними своя история. Вы это другой человек. У вас своя история. Вы уже взрослый человек. И молодой человек, ваш молодой человек, знает, кто вы. Знает, наверное, он о вашем материальном положении. И его это не отталкивает. Так почему должно отталкивать его родителей? А почему его должно отталкивать то, что вы хотите рассказать про ваших родителей? Вы знаете, то, что вам стыдно, говорит о неуверенности в себе. О стремлении равняться на определенные раски, на определенные эталоны, на определенный минимум, который устанавливается нашим обществом. Но, как мы уже с вами сказали, этот минимум всегда повышается. Если человек сам для себя обозначил некий порог вхождение в общество, то он постоянно будет его повышать. Условно говоря, этот человек считает, что мне для того, чтобы общаться с уважаемыми людьми, нужно иметь капитал, скажем, 100 тысяч. Хорошо, он этот капитал получил, с этими людьми пообщался, но вот есть более уважаемые люди. А это уносит капитал там 200 тысяч. И вот так дальше, 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 и человек уже не будет остановиться. У него уважаемость непосредственно связана с деньгами. А деньги, они бесконечно, мы об этом уже говорили. И получается так, что равнять людей по бедности и по богатству, это все равно, что измерять людей на бесконечность. То есть, лишено всякого смысла. И те, кто делает это, люди очень недалекие. Люди корыстные, жадные, обладающие дефицитом своих желаний. Но вы-то не такой человек. Вы вот и с парцем познакомились, с богатым, и он вас принял верный. И все у вас хорошо. Почему? Потому что вы увидели друг в друге человеческие качества, которые, независимо от материального обеспечения, есть в каждом из нас. И вот это самое главное. Точно так же вам нужно и к родителям в своих отношениях воспринимать их не через призму богатства, не через призму материального достатка, а через призму их человеческих черт. И если это люди, мягко говоря, не самые лучшие, просто поднимите их. Примите их такими, какие они есть. Ведь они ваши родители. Они вас испытали. Они вас вырастили. И они вырастили вас, судя по всему, не самым последним человеком. Они вырастили вас достаточно осознанным, достаточно интеллектуальным человеком. И уже в этом их заслуга. В том, что они вас вложили в того, чего у другого могло не быть. Поэтому не стоит всех людей сниться по их богатству. Смотрите на людей в контексте их личных ценностей. И если вы будете делать так, то проблема с того, как примут вас родители парни, и как вы скажете парню о своих родителях, отпадет. Потому что, да, у вас нет денег. У вас нет денег. Но у вас есть что? У вас есть дыша. У вас есть сердце. У вас есть умение любить. У вас есть умение быть преданным. А это куда ценнее любых денег. Я думаю, на этом можно закончить. Если какие-то дополнительные вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу вам». Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...